Лексику, которая ему свойственна, потому что у него очевидно вербальная диспепсия, но он и тем славен, что он регулярно матерится, несет чушь. Я смотрю на него и думаю, кто такой Михаил Миненков? В 2000 году герой России, доблестный десантник, потерявший ногу в результате ранения. А в 2022 году, наплевавший на семью погибшего в спецоперации и выбравший поддержку равнодушных чиновников Ставрополя Елены Мамонтовой, вступился за нее, наплевав на эмоции семьи погибшего. Вот интересно, тот молодой офицер, выпускник Рязанского училища 2000 года, герой России, если бы встретил сейчас мэра Невиномыска, известного по кличке Барин, с диким количеством разнообразных скандалов, он бы захотел пожать ему руку. И спросил бы он его, Миш, а ты на чьей стороне? Равнодушных чиновников, своими отказами плюнувших в душу в семье погибшего героя? Или с теми, за кого ты бился, и с кем ты бился плечом к плечу? А если это был бы один из твоих пацанов, которые остались там, на полях второй Чеченской? Миш, ты бы сейчас руку этому мэру Невиномыска, которым ты стал, ты бы подал. И от этого вопроса мэру Невиномыска не скрыться. Как и всем другим чиновникам, которые оказались на той стороне, на стороне равнодушных, на стороне наплевавших. А есть другие. Губернаторы и мэры, члены региональных правительств и федеральные правительства, депутаты Государственной Думы из той же партии, что гражданин Миненков, которые в свою сторону знают точно, а не с теми, кто сражаются. Поэтому я встречаю в большом количестве там, в зоне боевых действий, депутатов Госдумы, которые сейчас со скальпелем в руках спасают жизни раненых и которые раздают гуманитарку. Андрея Торчука и других руководителей, как Единой России, так и администрации президента, которые больше времени проводят там, на освобожденных территориях, чем в Москве. Дмитрия Савлина. Да. И многих-многих других ребят, Саши Ющенко, из разных партий, которых я знаю лично, и которые там. Вот гражданин Миненков, а вы с кем? И вам не скрыться за матом, за оскорблениями. А вы идите еще наорите на семью погибшего. Как они смеют требовать выплат? А вот президент на моей стороне и президентские выплаты пришли сразу. А Ставропольские поменяли свои законы, потому что они тоже хотят быть, ну там депутаты, на стороне президента. А вот ты, Миша. Вот ты сейчас на чьей стороне? Я обращаюсь не к тебе, мэр. Ты меня не интересуешь, Бог. Я обращаюсь к тому мальчишке, десанте, герою. Ставшему героем России. Спавшему своих ребят. Ты сейчас с кем?